Специально для группы «Стрелковое оружие», «Холодное оружие», «Ножи» и группы «Мир холодного оружия». В начале этого года я гонял в лес за заготовками. С собой взял только доисторическую тупую ножовку. И я не до конца понимаю, сознательно я устраиваю себе подобные челленджи, либо мне просто лень привести свой инструмент в порядок. Уже давненько присмотрел один раскуроченный дуб неподалеку. А точнее, одну из его повисших веточек. Ее диаметр подходит сразу под несколько проектов. Да и в любом случае, сухое дубовое полянце в закромах никогда не будет лишним. В этот раз я специально взял ручную пилу, дабы не забывать, как это вообще, работать с таким инструментом. А ведь когда-то ни о каких альтернативах не было и речи. Все ручками. Мне кажется, мы стали забывать, чего стоит практичность и комфорт, которую мы уже воспринимаем как должное при обращении с электроинструментом. Иногда полезно ограничивать себя лишний раз, чтобы по новой заценить все прелести современной жизни. Чё-то я разумничался. Давайте ближе к делу. В первую очередь, эта деревяшка пригодится мне в роли рукояти для моего будущего мачете. Мы с Ромой давно уже планировали скрафтить что-нибудь остренькое. И вот он, этот случай. Прошло уже больше двух недель. Думаю, деревяшка уже успела высохнуть за это время. Задача создать мачете встает перед нами впервые. Поэтому, не торопясь, прикидываем, как это всё будет происходить. Полванка из арголита – это первое, что следует сделать. От этой формы уже дальше будем плясать. И что у нас получается? Ну, это арголит сам по себе. Он так удобно. Тебе, может, и норм? Да, норм, я думаю. Сейчас-то нам нужно нарисовать. Сделаем вот так. Габариты подгоняем под чехол. С него, собственно, всё и началось. Я тупо нашёл его, гуляя по полю. И сразу захотелось в него что-нибудь вложить. А? Нарабас? Ага. Давайте это замерим. Материалом для изготовления послужила вот такая вот круглая пила с лесопилки. Мне было сложно идентифицировать сталь. А если у вас есть какие-то предположения, пишите, пожалуйста, в комментарии. Вот максимум, что можно себе позволить без всего. На рукоять тогда таким методом не насадить. Хвостовик будет. Можно приварить? Такая длина нас, к сожалению, не устраивает. Поэтому будем наращивать. А пока рама вырезает из диска клинок, я поковыряю со своим поленцем. Любопытно, что же из себя представляет его внутренняя часть? Фак. Вот здесь деревяшка, а здесь прям чувствуешь? Нет, ну я пальцем вон ее. Середина, значит, тухая. Вот этого я как-то не ожидал. Вся сердцевина заготовки труха. Ай, ну говно, пиздец. Сырое, как губка. Даже еще и влажная. Частично. Ну да не годится под рукоять абсолютно. Здесь тоже самое. Отстой. Пришлось залезть в раме на запасы. Может это... Ясен рогачник. Ясен? Да. Может красивый, зараза. Это дуб? Угу. Плажечка такая, да? Да, ну считай, это как бы одну такую с одной стороны ручки, другую и... Клен. Дуб. Дуб и здесь есть, валяется так немного. И торогач. Красное дерево? Ну, что-то из краснухи. Какой-нибудь, не знаю. Ну, это точно не палисандр. Дело, что чуть более круглая, но, наверное, все равно большая. А тут у тебя еще между ними дисков стоят. Ну да, да, согласен. Все, огонь вообще можно так сделать. Ну, это потом. Ладно. Что ж, за место дуба будет красное дерево. Тоже неплохо. Ах ты, сука, гореть! Полоска есть. Теперь нужно сформировать острию. Пока это просто грубая болванка. Ничего страшного. Но нужно быть внимательным, чтобы одно неловкое движение не превратило ее в холодняк. Если вы понимаете, о чем я. Блин, здоровье на хуйня включается. Ну, идем убивать ее уже или нет? Здоровье на хуйня включается. Или еще не идем? Кого? Убивать идем уже или нет? Христиан. Каких христиан? Христиан. Каких? В общем, лед тронулся. Впереди нас ждет куча увлекательных процессов и интересных нюансов, которыми я хотел бы поделиться. На момент монтажа готовая мачете у меня уже в руках. И, черт возьми, какая же она классная. Побью процесс ее создания на несколько частей. Будем смаковать. Народ, если вы тоже любите делать что-то своими руками, и вам хочется с кем-то этим поделиться, то моя группа подходит для этого просто идеально. Кидайте в предложку свое творчество, а мы отцепим вам лайков. В последнее время меня радуют рисунки Даниила и Горенко. У них какая-то своя неповторимая атмосфера. Так что, если тоже хотите приобщиться, то залетайте к нему в группу. Я уверен, что он найдет своих зрителей. А вы, считай, вы уже нашли. Еще две вещи, о которых вам необходимо помнить. Это инстаграм и стримы. Колокольчик. Все. Пока.